Сражения под Ржевом Лидеры движения общественной поддержки «Химки интересно жить» Собрались подвести итоги недавно закончившейся вахты под Ржевом Вначале особая благодарность всем, кто помогал в поездке, как морально, так и материально Спальники, которые нам вручили, пригодились очень сильно И наборы консервов мясных, рыбных тоже пригодились Потому что часто приходилось ребятам работать на таком удалении от лагеря, где на обед съездить не было возможности Отряд из «Химок» приезжал на раскопки под Ржевом уже в четвертый раз А месяц назад они организовали экскурсию для учеников кадетского класса школы номер 8 Школьники посетили поисковый лагерь, город-герой Ржев и, конечно, мемориал советскому солдату «Когда мы подъехали к мемориалу, ты ощущаешь такое чувство, что за тобой кто-то наблюдает Когда ты уже смотришь на этот памятник, его глаза, они просто смотрят тебе в душу Памятник, правда, сногсшибательный, очень красивый, он прекрасно сделан, но он очень пугающий Атмосфера там пугающая» Помогли организовать поездку для детей лидеры движения общественной поддержки «Химке интересно жить» Они же и отправились вместе с ребятами «Мы приехали, показали, чтобы дети своими глазами увидели, как это было, как это происходит и что вообще можно обнаружить Потому что по поверьям всех людей, кто занимается раскопками, пока останки последнего бойца не найдут, значит, для них война не закончилась» По мнению Егора Горового, выезд на место прошлых боевых действий – возможность для детей не только улучшит знание истории Но и познакомиться с людьми, достойными подражания «Ту работу, которую они делают, она заслуживает глубокого уважения, поскольку они помогают родным Они показывают своим примером нам свою любовь к отчизне и воспитывают за счет этого нашу будущую молодежь» Всего же в экспедиции приняли участие около полутысячи человек со всей страны и ближнего зарубежья Среди них – 18 человек и схимок